Когда я слышу слово реформы, у меня рука тянется к пистолету, которого у меня нет. Подавив такое отчаяние от первых наших достаточных судей, что я хочу, чтобы их лучше бы заменил компьютер. Я ни разу не видел справедливости в суде. Судебная система обретает все более и более репрессивный характер. Днище! В рамках действующего политического режима наша судебная система независимой не будет никогда. Что может быть дороже торжества справедливости? Общий привет! До старых! С вами Циздерме. С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Продолжаем интервью с членом Алматинской городской коллегии адвокатов Джохаром Утибековым. Джохар, в конце прошлой недели, выступая на Петербургском экономическом форуме, глава Казахстана Акасым Жумар Тукаев анонсировал судебную реформу, которая начнется в сентябре. Честно говоря, когда я слышу слово реформы, особенно в образовании и в здравоохранении, у меня рука тянется к пистолету, которого у меня нет. Потому что от них все становится только хуже. Я посмотрел, готовясь к этому интервью, вашу мартовскую беседу с политологом Досомом Садпаевым на его канале Аудиториум QZ. И вы там перечислили пороки нашей судебной системы. Если суммировать их, то основной порок – это зависимость нашего суда от власти и его несправедливости. А вы можете назвать, что хорошего есть в нашей судебной системе, опираясь на что можно было бы ее реформировать? Так. Ну, поскольку у вас, так скажем, вопрос на две части делится, что хорошего и что из этого хорошего может помочь нам реформировать эту самую судебную систему, давайте поразмышляем вместе. Я пока попробую на первую часть вашего вопроса ответить, что хорошего в нашей судебной системе есть. И некоторые мои ответы многих поразят, я думаю. Потому что, ну, не совсем очевидны, есть вещи, которые обывателям недоступны. У нас в судебной системе небывалый высочайший уровень цифровизации онлайн-правосудия по меркам любой страны. Развитой, развивающейся и так далее. То, что у нас там определенное время онлайн-правосудие на 99% замещало все судебные процессы в период пандемии. И сейчас колоссальное их количество делает. Я сомневаюсь, что где-либо вообще в какой-то стране мира это есть. Можно по-разному к этому онлайн-правосудию относиться. Моя личная эффективность в связи с этим только выросла. Я смог большему количеству людей, клиентов и более качественно оказывать юридические услуги. Ну, банально я стал тратить меньше времени на поездки в суд даже в Алматы, не говоря уже о командировках в другие регионы. И действительно, у нас есть база, судебный кабинет, интернет-база, которая позволяет, опять же, не тратясь на почту, не тратя время на поездки, опять же, снова в суд, отправлять все документы, находясь у себя дома или в офисе. Хотя и есть здесь к чему дальше стремиться, потому что на повестке дня дальше электронное судебное дело, когда дело будет не как бумажное, да сейчас мы приходим в суд, а вообще электронным полностью. И я разделяю надежду, то, что это онлайн-правосудие с нами только останется. И, соответственно, я смогу большему количеству, опять же, людей помогать. И в том числе я говорю это не только по своим там меркантильным соображениям, что я там смогу больше доходов зарабатывать. Ну, это тоже? Да, те же дела про Бонна, да, мне, например, в той же Караганде, да, гораздо условно и Павлодаре, Актау проще, конечно же, оказать, находясь онлайн. А я разогню вот тему цифровизации правосудия, на мой взгляд, очень перспективным направлением явилась бы замена существующих судей на искусственный интеллект, синтезированный на голограмму, да, который уже точно не ошибется, взвешивая все аргументы за и против. То, правда, вопрос, кто будет системным администратором, который будет закладывать программу в этот искусственный интеллект? Я немножко позволю себе чуть узкопрофессиональную беседу. Вот этот так называемый legal tech, да, о котором несколько лет назад там Герман Греф выступил и произвел колоссальное впечатление на... Еще раз, legal? Legal tech. Что такое legal tech? Ну, это вот целое вот это вот направление в юриспруденции, которое позволяет поставить IT-технологии на службу юриспруденции и искусственный разум в том числе, и которое позволит в конечном счете заменить юристов во многих отраслях права прикладной деятельности. Вот. И по этому поводу там, ну, очень громким событием было, когда председатель Сбербанка Герман Греф выступил и сказал, что мы вот сейчас вот напоменяем всех юристов там, да, потому что зачем у нас есть IT-компьютер, который сейчас будет за них все эти договоры, иски писать и так далее, вот, и это очень огромный такой эффект оказало на всех юристов в СНГ, я думаю, вот, поскольку возникает же страх за свою профессию, а нужен ты завтра или нет, или как рабочего на конвейере этот робот тебя тоже завтра заменит. Ну, на самом деле здесь не все так просто. В общем, понятно, что legal tech в первую очередь наступает на те отрасли прикладной юридической деятельности, которые, ну, давно пора была автоматизировать. На самом деле масса таких сложных видов деятельности юридической, где, конечно же, без там живого человека, ну, по крайней мере, еще не обойтись. Но я порой по роду своей деятельности впадаю в такое отчаяние от первых наших достаточных судей, что я уже вот все больше и больше на этот счет радикализируюсь, и я хочу, чтобы их лучше бы заменил компьютер. Мы же с вами не просто так вот блажим или жиру бесимся, рассуждая в фэнтезийном формате о перспективах вот этого цифрового полностью судопроизводства, потому что в суде как нигде важен и силен человеческий фактор, да, вот, и тут поведение суди, от которого часто зависит и судьба, и жизнь человека, зависит от количества денег, которые ему занесли, да. Вот президент Тукаев, говоря о новом Казахстане, на котором многие уже смеются, жена Казахстана со старыми дырками, да, и о второй республике, на мой взгляд, он все-таки нащупал главную болевую точку, запрос в Казахстане на справедливость, да, то есть это главный, единственный запрос, он сродни необходимости кислорода, да, все-таки даже, скорее, согласиться быть голодным, но добиться справедливости, да, потому что, вот, вот, а торжество справедливости, оно должно происходить в суде. Я был на десятках судебных процессов, гораздо больше, я был в основном на тех, что касались либо прессы, либо их политических дел, я скажу, что я ни разу не видел справедливости в суде. Все приговоры, свидетелями, которых я был, они были неправосудны, да, преступны, да. И добиться справедливости, а тем более бесплатно, я подчеркну это слово, тем более бесплатно для рядового казахстанца в нашем суде практически невозможно. И дело не только в том, что суд зависим от власти, но, как подчеркивалось очень точно и очень тонко в вашей беседе с Донсабом Садпаевым, суд стал частью репрессивной правоохранительной системы. Вот это, по-моему, самый горький плод, да, причем ее конечной точкой, да. Да. И поэтому судебная реформа, я считаю, она должна быть главной в Казахстане, потому что вот будет ли этот Новый Казахстан справедливым или нет, потому что все концентрируется именно в суде. Будет справедливость или нет. Но пятый год у нас председатель Верховного Суда Жакей Пасанов. Его аттестовали тоже как большого реформата. Я не так внимательно слежу за его делами, ну так, послеживаю. И все, что мне запомнилось из его реформ, это было, какие книжки читать нужно судьям. Вот он раньше регулярно рекомендовал. А у вас какое мнение у председателя Верховного Суда? Что он сделал вот за годы, пока сидит? Возможно, я в значительной степени, мое отношение основано на сравнении с МАМИ, предыдущим председателем Верховного Суда. И может быть у меня такая картина складывается, как у жертвы стокгольмского синдрома, вот, как злой полицейский, добрый полицейский. Вот. Я ощущал в последние годы правления МАМИ, что судебная система обретает все более и более репрессивный характер. И это чувство вот у меня даже влекло такое значительное разочарование, у меня даже где-то профессиональное выгорание и непонимание вообще своей пользы для общества тогда. То есть вы имеете в виду, когда, имея все козыри на руках, в защиту своей клиента, вы проигрывали процессы, да? Да. И, конечно, приход Асанова, его реформы объявленные, на этом, тем более в шфоне, действительно выглядели как глоток свежего воздуха. Например? Да, у нас банально появились наконец-то хоть какие-то оправдательные приговоры. Но, к сожалению, даже сейчас, я вот, почему я в каком-то плане могу назвать, опять же, жертвой стокгольмского синдрома, мы сейчас сравниваем, знаете, с чем? При МАМИИ, я вот, чтобы вы поняли, до чего система достигла своего апогея вот этого нехорошего. В 2016... Днище, да? Да. Да, я уже не знаю, дна днища, наверное. В 2016 году по преступлениям всем публичным, да, то есть, где обвинение поддерживает государство в лице прокурора, система оправдала одного единственного человека из пяти тысяч дел. Вот. В городе? Да, в Алма-Ате. То есть, вы понимаете, да, что это, ну... Одна пятитысячная. Ну, меньше, да, там, не то что одного процента, но одной десятой процента меньше. Это абсолютно такой, ну, ненормальный, неадекватный показатель, потому что, ну, просто это свойство человеческое. Наши следователи, прокуроры могут быть самыми честными в мире людьми, даже действительно достойными юристами, отобранными, но нигде в мире такого нет, чтобы они не ошибались. Это невозможно, это свойство человека ошибаться, и какие-то ошибки должен, соответственно, судья, как более, тем более сильный опытный юрист, как это... А судья — это планка юридической профессии, то есть, он должен их исправлять. Присяжные там и так далее, но нигде в мире такого количества оправдательных приговоров нет, в общем. И при Асанове какие-то эти оправдательные приговоры наконец-то появились. Для сомнения, да у какой цифры? Мне сейчас, честно, там процентами мне сложно оперировать, но, по крайней мере, этот процент хотя бы не на вот таком микроскопическом уровне. По крайней мере, ну, понимаете, от ноля, от дна всегда проще отталкиваться. Вот в вашей практике были оправдательные приговоры? У меня один единственный оправдательный приговор за пять лет при МАМИ, ну, и, в принципе, ситуация не изменилась. У меня один единственный оправдательный приговор за пять лет при Асанове. Но... Ну, один-один. Да, один-один формально, но в значительной степени, конечно же, на самом деле эффект колоссальный произошел. Нет, пока что я не вижу вот улучшения, судя по вашей практике. Я вижу, потому что, ну, как сказать, не хочу говорить, там, опыт, я профессионал и так далее. Я постараюсь вот за кулиси вас провести немножко, не совсем очевидная вещь. Смотрите, какая страшная вещь произошла при МАМИ. У меня есть товарищ в прокуратуре, который в один... Я захожу к нему по работе в прокуратуру, и он мне говорит жуткую, ужасающую вещь. И я чувствую, в шоке был, что он сам ее не понимает. Он мне говорит, ну, мы вот сейчас перестали бояться оправдательных приговоров. Ну, говорит же генерал прокурор, не надо бояться оправдательных приговоров. И мы дали всем указание, там, вот, сотрудникам, что, ребята, в ситуациях, когда вы не уверены, что будет тут оправдательный, не будет оправдательный приговор. То есть ситуации такие, 50-50, направляйте дело в суд, там судья разберется и не бойтесь оправдания. Я был в шоке, потому что, ребята, хорошо, вы в системе-то своей-то сказали в прокуратуре, что не надо бояться оправдательных приговоров. А шеф судей им это сказал, он им-то это не сказал. И я понял, что на самом деле они делают это от ощущения как раз-таки безнаказанности. Они поняли, что сейчас в суде проканает все. Судья сам не хочет и боится вынести оправдательный приговор. У меня есть знакомые судьи, которые, выйдя в отставку, за всю жизнь не вынесли ни одного оправдательного приговора. Я столько встречал судей, которые мне это еще объясняли и мотивировали, что вот у нас лучшее в мире следствие. Ну, это же вообще бред и смех. Вот вы не приводите конкретных примеров, когда следствие тащило в суд всякую, извините, шнягу, да? Процесс Эскадера Ерембетова, я помню, как звали судью Медеорского суда номер два, Акен Шакиров. И следственная группа такое дело принесла. Там потерпевшие, они в суде узнавали, что они потерпевшие, да? И, вы знаете, была ситуация абсолютно испанского стыда, когда вот судья понимал, понимал, что он утверждает, как будто двоечник пришел на экзамен к профессору, пальцы гнул, я договорю, да? Пальцы гнул, и он должен был ставить ему при этом зачет и не знал ничего, то есть не знал ничего, а этот ставит ему в студенческую книжку зачет. Ну, Вадим Николаевич, вы сейчас говорите про политическое, политизированное дело, да, где, как в интернет-меме говорят, конец немного предсказуем, да? Я же вам говорю о том, что даже в тех ситуациях, когда судья... То есть это касается любых дел? Да, даже в тех ситуациях, в конце правления, да, извините, Мами, конечно, который не начальник судья юридически был, как и Асанов сейчас, не начальник, ему судья не может быть начальника по закону, но по факту есть, вот, да, то есть даже в тех ситуациях, когда судья видел маразматичность обвинений, его недоказанность и так далее, ну, давайте, чего греха таить? Даже в тех ситуациях, когда судья имел, ну, так скажем, политические, материальные интересы вынести оправдательный приговор, он этого все равно сделать не мог, потому что, ну, фактически никто их не выносил, потому что, ну, никто не выносит, на тебя все посмотрят косо-криво, все решат, что ты, наверное, взял на лапу, а так откровенно, ну, нельзя брать на лапу, вот, поэтому судьи скорее шли на разные ухищрения, чтобы как-нибудь вернуть дело на дополнительное расследование, что-нибудь вот такое вот, выдумать, придумать, но лишь бы не выносить оправдательный приговор самим, вот, что же произошло при Асанове? Эти оправдательные приговоры появились, и эффект был кумулятивный, сумасшедший, я не говорю о том, что сейчас мне стало, там, легче добиться оправдания человека, когда мы, там, ну, опять же, с нуля движемся, там, да, с нулевого уровня на первые, а не на десятые максимально. Ну, вы мне не приводите ни цифр, ни конкретных примеров, а я не хочу верить на слабо. Простые цифры, их не, смотрите, конечно, я сейчас цифрами точными не располагаю, но вы спокойно можете погуглить, зайти на портал правовой статистики. Я вас пригласил как эксперта, для чего, для того, чтобы вы мне отправляли гуглить? То есть, цифрами я сейчас оперировать не могу, они очень простые, банальные. В первый же год, буквально через год, все, сократилось значительно, чуть ли не, примерно в два раза количество уголовных дел, поступаемых в суд. Вообще уголовных дел? Просто сократилось, вот, ну, что далеко ходить? Я же сейчас говорю вам не про то, что цифры упали на 2%, 3%, я вам говорю, они, количество уголовных дел примерно в два раза рухнуло. Потому что, наконец-то, вот как я вам рассказывал, сейчас мой товарищ такой обрадовался, а, давай все в суд тащить, даже не ликвид, то, что раньше не проканало бы в суде, а потом, что в суде все подмахивают уже. Это чистейший уже нотариат, получается, прокуратурой. Вот, потому что следствие и прокуратура, наконец-то, стали бояться, что в суде эти дела не пройдут. То ли дело раньше там, ну, надо было ухитриться, чтобы попасть в одно из пяти тысяч дел, да, чтобы попасть на это оправдание, то ли дело сейчас надо там ухитриться, ну, не попасть там, ну, условно, в одно из пятьсот. Ну, риск-то уже резко вырос, и они, количество уголовных дел сократилось. И самое главное, в общем, последствия, почему я говорю, что моя работа, ее эффективность выросла. Мне, пусть не в самом суде даже легче стало где-то работать, мне стало легче работать на следствии. У нас в Казахстане вот уникальная ситуация, почему я, ну, как врачи любят говорить, приходите пораньше, да, чего же вы поздно пришли, да, там уже тяжело лечить, запустили болезнь. Я тем более об этом говорю, потому что мне в тысячу раз проще лечить пациента на следствии. Потому что, ну, ненормальная, неадекватная ситуация, но мне проще прокурора убедить в невиновности моего клиента и в недоказуемости этой, там, его преступления, чем судью. Ситуация ненормальная. Особо мне известно, раньше заводилось досудебное расследование по любой жалобе, и этому давалось ход, и это непропеченное дело поступало в суд, где, значит, судебная система вместо того, чтобы ее перебалывать, ему просто выносила приговоры, да. Что принципиально здесь изменилось? Ну, суть не в том, что легко открыть, закрыть там дело, сейчас немножко не о том, вот, есть дело, да, уже, допустим. И изменилась принципиально парадигма для правоохранки, потому что за оправдательный, там, еще что-то там, ну, не погладят по головке, там, накажут и так далее, прокуроросли, там, следователи в том числе. Вот. И риск стал этот выше для них. Соответственно, зачем нам совсем с этим самым непропеченным делом идти в суд? Нам проще его самим прекратить. Вот и все. И поэтому количество уголовных дел в суде упало, значительно заметно упало. И мне, как адвокату, действительно стало проще работать на следствии. Но, понимаете, мы сейчас, я бы не хотел бы, чтобы вы восприняли мои слова, как вот, апологета Асанова, там, и еще чего-то. Я вам просто объясняю, что, вот, чуть-чуть в нашем котле приоткрыли крышку, и дышать стало чуть-чуть легче. Вот и все. Хорошо. Какие еще изменения при Асанове? Ну, не совсем заметные, опять же, такие, наверное, обывателю вещи. Большое количество времени человек действительно посвятил тому, чтобы сократить нагрузку на судей, особенно по гражданским делам. И там успехи тоже колоссальные. Огромное количество дел, которые со многими реформами в этом плане, я согласен, которые не должны были доходить до суда, они теперь до него не доходят. То есть, нагрузка на гражданских судей, ну, действительно сильно упала. Что еще? Бурное развитие, где-то порой даже экстремальное, получила медиация и прочие примирительные процедуры. Досудебные, да? Да. Ну, как? Это уже в суде непосредственно все-таки происходит. Потому что суд же не может влезть в досудебную процедуру. Вот. И вот эта вот медиация, ну, я разделяю возмущение там некоторых коллег своих, что, ну, порой эта медиация, как у нас вот часто вот к новым каким-то реформам принято относиться с фанатизмом, да? Она порой такая назойливая, да, как Демьянова уха, да, вот меня вот пей, на вот сиди мирись, на вот, да, вот тебе давай, зачем тебе в суд ходить, вот. Ну, худой мир лучше доброго суда, правильно? Да, но она в любом случае какие-то плоды я приносит, полностью с вами согласен, действительно повышать, снижать вот это социальное напряжение. Что еще? Ну, как камнем одними своих, там, семи камней правосудия, да, там, Асанов называл следственные суды. Действительно, жить стало легче, жить стало веселее в этом плане, значительное количество побед над следователем, над прокурором даже прибавилось. Поясните, пожалуйста, зрителям, у нас публика широкая, почти 200 тысяч подписчиков, а это значит, что она разная, и не все, возможно, знают, кто не попадал в суды, дай бог никогда не попадать вам в суды. Какова разница между обычным судом и следственным судом? Объясняю, да, то есть обычный классический уголовный суд, к которому все привыкли по фильмам, голливудским, сериалам и так далее, это, конечно, суд, который рассматривает дело по существу и решает вопрос, виновен человек или невиновен, и если виновен, какое наказание ему назначить. Да, вот основные вопросы, то есть разбирает дело по существу. Ну, грубо говоря, убил или не убил, если убил, сколько лет дать там и так далее. Следственный суд, он создается, и следственные суди, и в районных обычных судах. Их деятельность заключается в контроле за законностью следствия и прокуратуры на стадии вот этой самой досудебного расследования. Чтобы следователь, прокурор не нарушали закон на этой стадии, то есть можно, ну, обывательски попроще скажу, что вы можете с жалобой сейчас пойти не только в прокуратуру или к начальнику следователя, что часто эффекта не имело, потому что они там имеют такой один общий ведомственный интерес. А сейчас можно пойти в следственный суд с жалобой, который тоже, к сожалению, зачастую один общий ведомственный интерес имеет, там, да, там, связан с этой самой правоохранительной машиной, да, но все равно этого интереса у него как-то меньше. В любом случае там сидит судья, юрист выше по образованию, там, ну, точнее, как сказать, по своей должности. А кто меру пресечения определяет? Тоже следственный судья, да. То есть массу вещей, да, он таких разбирает. Вот как работает следственный суд. Два совершенно одинаковых дела. Апрель 2020 года, начало пандемии, чрезвычайное положение. Два человека попадают по статье Головного кодекса 274, часть 4, пункт 2. Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. Первый, Альнур Ильяшев, гражданский активист, за то, что публиковал посты негативного характера о партии Нур-Отан и президенте Назарбаеве. Второй человек, Арман Шураев, который возглавлял 7 лет телеканал КТК, а в то время он только что вышел из Национального совета общественного доверия. Довольно известный сейчас бизнесмен и общественный деятель. Он на YouTube-канале интернет-журнала «Эксклюзив Кейзет» очень резко отзывался тоже о Назарбаеве и его семье. Его задержали где-то в области, привезли сюда в Омагату. За него поручились несколько известных людей. Его продержали, по-моему, ночь в изоляторе временного содержания. И потом Следственный суд его освободил за отсутствие состава преступления. Ровно за такое же деяние Альнур Ильяшев просидел два месяца в СИЗО и был осужден к трем годам ограничения свободы и к пяти годам запрета на публичную общественную деятельность. Как вы прокомментировали два этих исхода? Не совсем точная информация. Как это? Я делал, извините, я делал выпуски, я изучал эти дела, я собирал информацию, значит, у меня и по Альнуру, и по Арману были выпуски из-за прошлого года. Смотрите, ну, здесь такое ошибочное допущение. Смотрите, Следственный суд, он, еще раз повторю, он осуществляет надзор за деятельностью следствия, он не влезает в суд дела. Даже в доказательство он не влезает, в вопрос, допустимость их или нет. Он, в принципе, не может кого-то освободить, прекратить дело и так далее. Все. Дело на Армана Шураева, которого я защищал, прекратил сам следователь МВД. Адвокат Шураева, известный блогер Жухар Утебеков, выложил пост в социальных сетях. Арман Шураев на свободе, мы вышли из МВД, едем домой, все хорошо, под стражу Армана не берут. Добились, чтобы его выпустили под подписку. Всем спасибо за такую огромную поддержку. Здесь колоссальная разница, то есть здесь до суда даже не дошло. Что касается сравнения этих дел, да, в целом, почему одно так закончилось, другое так закончилось, ну, наверное, не совсем корректно с моей стороны, как защитнику Шураева, комментировать, да, там, сравнивать эти дела, да, и что-то. Я могу здесь только высказать, ну, безоговорочную, полную, тотальную поддержку Ильяшеву, в чьей невиновности я вообще ни капли, конечно же, не сомневаюсь. И я не сомневаюсь в невиновности вообще всех людей, которые были осуждены по 274-й статье Уголовного кодекса, так, грубо говоря, распространение слухов, да, поскольку эта норма, ну, я считаю, что является неконституционной, она как минимум должна быть ограничена, а в идеале она должна быть полностью из Уголовного кодекса исключена, вот, поскольку, ну, здесь свобода слова, свобода выражения мнений. Понятно, статья чисто политическая. Да, сугубо политическая. Хорошо, будем считать, что Арману Шураве повезло с защитником. Вернемся к фигуре Кайрата Мами, он же сейчас возглавляет Конституционный совет, который по предложению президента Тукаева должен быть ликвидирован и вместо него должен появиться Конституционный суд, который у нас уже был ранее, его потом заменили в 95-м году, если я не ошибаюсь, на Конституционный совет. Я слышал такую информацию, что Конституционный суд, его воссоздание было продиктовано не такими либеральными побуждениями, а с тем, чтобы технично просто задвинуть Кайрата Мами, путем ликвидации института, который он возглавляет, то есть Конституционного совета. Я вижу для вас это сюрприз, да? Нет, господи, как раз-таки Конституционный совет можно было скорее рассматривать как в значительной степени такой малодеятельный орган и как раз-таки председательство для такого политического тяжеловеса, как Мами, это в каком-то плане было синякура и задвигание. То есть Конституционный совет это была синякура? Конституционный суд, ну даже по названию понятно, что это звучит гордо, это звучит круче. И у него банально будет больше полномочий и наоборот, как раз-таки в порядке кухонных слухов я неоднократно много раз слышал, что Мами лоббировал в создании Конституционного суда, там еще при Назарбаеве, и, конечно, хотел возглавлять его и так далее. Ну, мы скоро проверим вот этот слух, когда будет создан Конституционный суд и кто его возглавит. Ну и посмотрим, да, кто его возглавит. Вы сказали вот в интервью с Досовым, что Конституционный суд будут иметь право обратиться в граждане, любые граждане с своими делами. Вы представляете, сколько будет таких обращений? Я представляю, это замечательно, что Конституционный суд появится, поскольку в Российской Федерации этот институт себя зарекомендовал действительно успешно и помог какие-то демократические реформы. Давайте не будем брать ориентир Российской Федерации. Я договорю сейчас, да, вы дайте договорить. Хорошо. Понимаете, в чем дело? Ну, Россия тоже, в отличие от нас, весь ПЧС состоит, там, Конституционный суд России, да, есть. И эти институты, они оказали огромное положительное воздействие, ну, в первую очередь, на близкую отрасль мне, на уголовный процесс. Ну, по той простой причине, что это вот, как вот мы уже сколько беседуем с вами, да, это та отрасль, в которой и пытают, да, и в которой чаще всего там нарушаются ваши права, вот ваши права собственные личные, даже как свидетели ухитрился следователь нарушить. Но при всем при этом мы ведь видим, да, судя по происходящим событиям, по агрессии в Украине, да, там, и судя по укреплению дальнейшему авторитаризма в России, что, ну, это же не панацея. Конституционный суд не спас же Россию, там, от антидемократических преобразований. И у нас Конституционный суд, это не какая-то волшебная пилюлька, которая сейчас нашу судебную систему поднимет в какие-то высии, создаст у нас гражданское общество. Нет таких готовых рецептов, нет, что вот у нас, бац, один какой-то институт заработает, и все, у нас наступит прекрасное будущее. Нет, так не работает это. Наша тема, это судебная реформа. Жухар, вот что конкретно должно было сделать, чтобы казахстанский суд из орудия репрессивного режима наконец-то стал заповедником торжества справедливости? Паша, давай. Ну, давайте поделим ситуацию на две, да, вот составляющие. Первое, безоговорочное такое, есть, конечно, явление, от которого судебная система зависит, это сложившийся политический режим. В рамках действующего политического режима наша судебная система независимой не будет никогда. Поэтому без политических преобразований мы, вот эти все наши размышления о судебной системе, они все равно будут иметь там полезные, конечно, но какой-то потолок будут иметь. Коротко, разделение властей. Конечно. Ну, как их разделить, если до сих пор все и судьи назначаются сенатом и президентом? Ну, совершенно верно получается, поэтому нам требуется конституционная реформа, там гораздо более глубокая, нежели сейчас прошедшая, и которая практически никак на судебную систему не повлияла, кроме вот этого создания конституционного суда. Поэтому давайте так, вот я, поскольку не политолог и даже не политический активист, и бесконечно реально искренне далек от политики, то есть вот эту ситуацию отодвигаем с политическими преобразованиями, помечтаем, что у нас все-таки разобьется гражданское общество, пройдут политические реформы, и судебная система будет меняться сама по себе, неизбежно. Теперь возвращаемся в нашу суровую действительность и размышляем, вторая часть ситуации, да, что мы можем сделать в рамках имеющегося статус-кво общественно-политического, да, судебной системы. Я неоднократно выступал, говорил, писал об этом тоже, что даже в рамках действующего режима менять, улучшать судебную систему, на самом деле, такой вот задел для этого очень большой. Я в последний месяц очень много над этим размышлял, какое-то время назад, вы удивитесь, ну, мне даже сам впервые в жизни там позвонил председатель Верховного Суда сам и попросил внести какие-то предложения о реформе судебной системы, ну, что действительно демонстрирует его с лучшей стороны. С этой цифрой поподробнее про ваш разговор. Ну, он позвонил и спросил, в общем-то, Джохар, что вы можете предложить для улучшения нашей судебной системы, как ее пользователь? То есть такой фидбэк, обратная связь. Вот. Ну, я не... Мне это ни в коей степени не польстило, в общем, конечно, это приятно, как действительно пользователь этой судебной системы, но на самом деле, у меня, я понял с ужасом, что вот прямо совсем готовых рецептов у меня сходу нет. И я понял, я в итоге даже не смог ответить человеку, что-то какие-то свои предложения направить. И я вот ощущаю только, что вот прошло уже недели три, наверное, и вот только в последние дни, после советов, там, консультирования с другими моими коллегами, да, по этому поводу, у меня наконец-то созревает какая-то вот платформа для этой... Ответы Жакипова Асанова, да? После долгих размышлений я, в общем-то, понял, что на самом деле мне очень близок больше всего совет Мухтара Джакишева, который на этот примерно схожий вопрос просто сказал, давайте выберем 20 крутых адвокатов и заменим судей, там, бюро суда на них. Вот. Совет простенький, но по логике своей совет действительно базовый. А мне кажется, любопытным, но стрёмным. Знаете почему? Потому что адвокаты привыкли получать гонорар за свою работу. Поясню. А судей... Я немножко о другом. Я же и сказал, подлокировать, подрихтовать эту идею надо. Смотрите. То есть у нас очень много говорят, и я полностью согласен, что кадры решают всё. Да, то есть в первую очередь стоит вопрос о кадровом наполнении качественным судейского корпуса. Возникает вопрос, и я сейчас наконец-то осознал и понял, что реформу это тот самый случай, когда мы... вот реформу нужно сделать здесь и сейчас, а точнее вчера, да, её надо было делать. И пока мы будем бесконечно менять там судей низшего звена, которых очень много, да, давайте поменяем судей Верховного суда в первую очередь. И действительно, давайте на их должность, ну, не обязательно адвокатов. Я не хочу сейчас как-то рекламировать, там, лоббировать своё собственное, да, юридическое сословие. Ну, сейчас там, в основном, бывшие прокуроры, да, следователи. Ну, не совсем прокуроры, следователи, но, скажем, давайте так, кто были бы наиболее всё-таки достойные юристы. Ну, в значительной степени господин Джакишев прав. Это действительно рынок своё уже сказал. Самые оплачиваемые юристы, самые уважаемые, авторитетные. Пожалуйста, бери на здоровье. В гражданской части его, да, и в административную коллегию. А где их взять? Крупные юридические фирмы. У нас очень хороший, состоявшийся юридический бизнес, который даже, в отличие от аудитовского, дал отпор международному юридическому преступлению. Потому что, на мой взгляд, весь судейский корпус нужно подвергнуть иллюстрации. Весь абсолютно. Да. Потому что, знаете почему? Вот для вас же адвокатская практика – это бизнес, легальный бизнес. Для судей это точно такой же бизнес, только он нелегальный. Вот и всё. И просто поменять наверху, чтобы внизу боялись, искренять так искренять. Это надо вырывать с корнем. Вот это драконово дерево надо вырывать с корнем. И они объяснили, что вот когда у нас настал час икс и пора менять судебную систему, мы обнаружили, что, ребята, оказывается, так вот как красиво с гаишниками, так не получится. Взял, разогнал гаишников и понабрал, подготовил достойных людей. Почему я говорю регулярно, что судья-то это планка юридической профессии, это действительно должен быть очень качественный юрист, состоявшийся, плюс с огромным жизненным опытом и с значительной репутацией. С репутацией, с репутацией, с обостренным чувством справедливости и человек мудрой. Ну понятно, Вадим Николаевич, ну смотрите, положим, я не знаю точное количество судей, ну скажем, пять тысяч в стране, три тысячи пусть даже, да? Ну где вы столько качественных юристов возьмёте? Вы сможете сейчас взять три тысячи качественных журналистов, врачей, учителей и так далее? Это всё же очень сложно. Гораздо труднее найти такое количество людей с нормальной репутацией. Да, я вам об этом же говорю. Гораздо труднее. Гораздо труднее. Качественных, да, в широком смысле слова, в том числе с такой солидной репутацией. Поэтому вот моё предложение всё-таки начать с верховного суда и дальше спускаться сверху вниз. Потому что, ну, вот знаете, я поделюсь мнением своего друга, сильнейшего юриста, который вот так объясняет. Я, может быть, ни во всём здесь с ним согласен, но он говорит так. В основной массе своей судьи районных судов не творят и не хотели бы творить беспредел. Им там руки выкручивают, заставляют и так далее. Весь беспредел происходит от того, что судья областного суда какой-нибудь тебе заставляет это делать. И далее судья верховного суда. Поэтому, если, как в поговорке, рыба гниёт с головы, ну, давайте эту голову чистить в первую очередь. Смотрите, концептуально мы с вами не расходимся. Вы настроены радикально, я тоже настроен радикально. Ну, я говорю о том, что, я согласен с вами, надо менять практически, ну, половину судейского корпуса. Большую часть, весь может быть. Но верхушка же, она назначается, назначается властью. А как мы сделаем верхушкой, там, Высший судебный совет, где был коррупционный скандал, члена Высшего судебного совета. Высшего, это Высшего некуда уже. Смотрите, у нас сейчас председатель Высшего судебного, ну, в том числе, вот эта недавняя поимка члена Высшего судебного совета, она в том числе говорит об определенной реформе, там, самоочищении системы, да, и так далее. Председателем Высшего судебного совета, ну, сейчас действительно стал достойный, уважаемый человек. Бывший судья Верховного суда Шип. И действительно, я от знакомых даже слышу, что сейчас какого-то порядка в этом самом Высшем судебном совете стало больше. Председателем коллегии по административным делам назначен очень достойный, действительно, человек, судья, там, Тукеев, Аслан. Судьями в административную коллегию действительно тоже назначены какие-то уважаемые юристы. То есть понятно, что вот эта реформа административной юстиции идет, и это веление времени, она необходимость, потому что граждане устали от этого беспредела в спорах с государством самим. И вот эта административная коллегия, она вот такая, как сказать, такая витрина судебной системы, может быть, Верховного суда. Административная коллегия, административная юстиция, я имею в виду, которая создана для разрешения споров с государственными. Ну, соответственно, ну, господи, что мешает поменять вам наиболее одиозных судей в уголовной коллегии, в гражданской коллегии Верховного суда, заменить их на каких-то, я не знаю, там... И о том, что опять же будет начальство менять. Опять же, вот президент... Ну, Вадим Николаевич... Я к чему вопрос веду? О выборности судей я вопрос веду. Я с вами категорически не согласен, есть масса исследований международных на эту тему, то, что выборность судей, это, ну, нехорошо и ни к чему хорошему не приведет. Ну, давайте, вот, вы то на Россию ссылаетесь, да, то на какие-то исследования... Я на Россию не ссылаюсь практически. Нет, ну, вы брали как ориентир. Ну, какие исследования? Ну, что вот, давайте, у нас вот зарубежные исследования, зарубежный опыт. Почему нет? Вот скажите, почему нет? Исходя из нашего местного... Потому что судья будет зависеть от выборщиков, от людей, которые вложились в его избирательную программу, и вы поймите, пожалуйста, это же не выбор мэра. Подожди, а не от граждан он будет зависеть? Ну, это не совсем выборы мэра, поймите, пожалуйста. Но существует же, вообще, такая же практика есть, как выборная судь? Она... Подождите, 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 да, хорошо, где она есть? Вам виднее, или ее нет? Ну, в том-то и дело, что ее почти нигде нет в развитых странах. Она есть в отдельных штатах США, а у нас какой-то миф, что она, ну, вот, везде. Ее нет, ее нет, там, в Европе заботной нет. Ну, в районе судья, да, Аксакал, уважаемый, да, то есть, ниагашка, к которому старость пришла одна, без мудрости, уважения и, значит, репутации. Известный человек с хорошей репутацией на весь район, вот жители ему выбирают, они ему доверяют, да, вот, идут к нему за справедливость. Все, понял. Мы немножко о разных вещах говорим. То, о чем вы говорите, это скорее такой мировой судья. Ну, объясните разницу. Ну, объясняю разницу. В мире вот этого судью можно избирать. Это судья, я вам больше даже того скажу, это необязательно юрист даже должен быть. Это человек, который обладает каким-то достаточным жизненным опытом и репутацией определенной для того, чтобы решать какие-то мелкие дела и споры. Без проблем такого судью можно избирать. И смысл существования таких судей и их выборов населения, ну, он есть, бога рати, пожалуйста. Но мы же с вами сейчас говорим о каких-то более все-таки серьезных, глобальных, значительных вещах об основном костяке судейского корпуса. Я вот о чем говорю. Как обеспечить разделение областей и независимость судебной системы, вот, допустим, верхушки, если судей Верховного Суда назначает президент? Да никак. Ну, мы же с вами возвращаемся в первую часть, о которой я вам сказал. Без политических реформ это невозможно, без создания гражданского общества, без демократических преобразований, без конституционной и глубокой реформы это невозможно? Ну, хорошо, разделились, провели реформы все, как гражданского общества. А вы увидите, как там все само появится. То есть отнять эту привилегию президента тогда? Кто тогда должен судей выбирать? Проблема не в том, что президент назначает судей и так далее. Вы же не представляете себе, вы же не думаете, ну, как что Назарбаев раньше сейчас, Такаев там, сидел и каждый раз думал, вот, дай-ка я вот в этот моим фрунский районный суд не буду назначать Муркомбаева. Зачем я это делаю? Да господи, проблема же не в том, что он подписал, не он подписал там это. Должны просто вот эти выборы этого самого судьи происходить каким-то таким уважаемым сообществом на прозрачной демократической основе, открытой и с использованием там экзаменов, прочих каких-то техник для того, чтобы туда действительно проходили исключительно сильные юристы, честные с репутацией. Вот, а кто должен назначать судей Верховного суда уже в реформированном Казахстане, по-вашему, в парламенте? В идеале, да. Ну, мы немножко входим опять в такие политические, политологические вопросы. Я сторонник, конечно, там, парламентской республики, но не считаю там это чем-то такой принципиальной вещью. Условно, хорошо, смотрите, какая разница, президенту или парламенту какая-то вот такая комиссия, в которую в саму входят достойные люди, да, там, скажем, уважаемые, выбрала этих судей, которые специалисты сами в юриспруденции там и так далее, да, и предложили парламенту или судей, вот, или президенту, давайте, вот, вот у нас 10 человек, а должностей 5, вот, по двое, ну, вот назначайте выбор. Следующий, на мой взгляд, вот шаг, который должен быть делать, я уже вам подсказываю, да, в суде что главное, значит, сначала виновен или невиновен определить, правильно, да, у нас определяется вот 0,002% оправдательных приговоров, да, а виновность или нет, ну, могут определять жюри, то есть присяжные. Вот с этим институтом, он же у нас существует. Я горячий сторонник суда присяжных, много лет выступаю в его поддержку, но при всем при этом я прекрасно понимаю, что во многих развитых странах его тоже нет. То есть, ну, прекрасно они живут без этого суда присяжных и ничего, да, почему я все равно продолжаю топить за суд присяжных, как я и Конституционный суд там, да, допустим, поддерживаю создание, как раз-таки не следуя слепо, вот, что вот, давайте международным рецептам там следовать и так далее. Потому что действительно надо учитывать какие-то наши местные особенности и наблюдать опыт стран, которые начали сходить. Мне кажется, с зарубежного опыта на него вообще не надо смотреть, потому что мы живем здесь. У нас сколько зарубежных разных моделей из других сфер, мы их сюда, они не прививаются, потому что раз другая агрессивная кислотно-челочная среда, у нас вот это как рокозябра из нее вырастает. Вот мы 70 лет пожили без опыта этого зарубежного, давайте немножко все-таки посмотрим на этот самый опыт, конечно, с учетом реалий. Я же и говорю, давайте эти реалии национальные, местные, локальные воспримем. Смотрите, и зачем далеко ходить, надо смотреть на опыт наших соседей по бывшему Советскому Союзу, которые как-то раньше нас встали на путь либерально-демократических преобразований. Это в первую очередь Грузия, далее Украина, наверное, да. Смотрите, конечно, опять же, я вот знаю, что грузинские реформаторы сказали, что ну давайте начнем создавать суд присяжных, и многие на Западе этого не понимали. Так, я конкретнее поставлю вопрос, вот как может помочь суть присяжных? Он же у нас есть? Примерно в 2010 году. Каков там был процент оправдательных приговоров? Порой до 20% доходило. То есть каждый пятый или каждый пятитысячный, то есть процент вырос в тысячу раз. Сумасшедшая, да, разница? В тысячу раз. То есть, конечно, они нужны. Я, знаете, какие самые, вот мои самые любимые фильмы, люблю смотреть, да, о судебных процессах, вот как происходят действия в зале процесса. Вот эта конкуренция между стороной защиты и обвинениями, вот эти спектакли. И я на самом деле понимаю, что это не выдумка, потому что в Штатах я присутствовал, на галерке, на таких процессах, да. Все так и происходит. Страна победившую юриспродуктей. И везде жюри, присяжных, да. Вот. И они уходят, да, в совещательную комнату. И мы, 12 раздревных мужчин, мы видели, отзывимся. И я вот сижу вот так вот, смотрю на фантастику, да, а все это же может быть реальность. Потому что везде на кону человеческие жизни стоят. Расскажите коротко, какую эволюцию припел институт суда присяжных в Казахстане с 2010 года? И как сейчас, насколько часто появляется? В основном печальную. Где-то был такой период, три с половиной года, золотой период суда присяжных. С 2010 по середину 2013 года. Когда суды присяжных рассматривали, ну, в подавляющее большинство, особо тяжких преступлений. Вот. Но количество оправдательных приговоров такое становилось таким неприятным и показательным для как правоохранительной, так и судебной системы. И было наглядно видно, что количество оправдательных приговоров-то у присяжных, оно почему-то даже не в несколько раз, и даже не в десятки, а в сотни раз превосходило количество оправдательных приговоров у профессиональных судей. И, разумеется, это не нравилось ни судьям, ни правоохранителям. В общем, они дружно этим блоком эту реформу почекали, и в итоге присяжные стали рассматривать только те дела, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертной казни тогда еще была. Соответственно, суды присяжных стали рассматривать очень мало дел. А какое количество дел в процентах? Это крохотное. Просто представьте себе, какие пожизненные... Давайте я проще сказать, какие дела они в основном стали рассматривать, суды присяжных. Это в первую очередь, длительный период, меняется законодательство, меняются санкции, и, соответственно, разные составы то уходят, то приходят. Но основной состав, который они рассматривают, это убийства при отягчающих обстоятельствах. В разные времена туда наркозбыт попадал, педофилия попадала. Вот такие вот составы основные, которые рассматривал суд присяжных. Сейчас там и наркозбыт убрали, и педофилию убрали, все это, к сожалению. В основном он сейчас убийства при отягчающих рассматривает. То есть это незначительное количество, да, вы понимаете, среди основного массива преступлений. Ну, какое-то несколько лет назад произошел откат к положительной истории, и с 1 января 2023 года суд присяжных снова будет рассматривать основную массу особо тяжких преступлений. За некоторыми исключениями, ну, тоже порой такими странными, я бы даже сказал, идиотскими, не побрезговал этим словечком, потому, ну, там, исключена педофилия, какие-то экстремистские. Ну, мы возвращаемся к 2010 году, только даже еще хуже. Ну, единственное, что, как бы, президент сказал тоже, что давайте суд присяжных еще больше расширять в этом году. Ну, и туда внедряют еще некоторые составы, но я считаю, этого все равно катастрофически мало. Конечно, суд присяжных должен рассматривать, ну, как минимум дела, если не все тяжкие преступления, то хотя бы приближенные по санкции, да, к особо тяжким преступлениям. Политические дела, если бы они у нас так назывались, да. То есть, правильно ли я понимаю, что вот институт жюри присяжных, когда он был введен в 2010 году, он стал своей работой высвечивать этот непрофессионализм, да, и обвинительный уклон сознательный вот всей этой силовой системы. Да, совершенно верно. Да, это лакмусовая бумажка, все видно, ну, не может же количество оправдательных приговоров отличаться в тысячу раз. Ну, как это возможно? То есть, на мой взгляд, что вот как раз жюри присяжных, это же обычные люди, да, и у них они не отягощены ни корпоративными связями, вот, с правоохранительной системой, да, не, ну, какими-то, какой-то, ну, и аффилированностью, да. Ну, здесь как раз вот и таится то самое торжество справедливости, ведовин или немедовин, о котором мы говорим. Совершенно верно, это то самое, то, что вы, там, вам повезло вживую что-то увидеть в Штатах, да, ну, мы в основной массе своей наблюдаем в голливудских фильмах и сериалах, да, это тот самый вот момент ликования адвоката, его подзащитного. Что мы любим кино, да, что видим то, чего не видим в жизни в нашей. Да, конечно, мне это еще приятнее и в какой-то степени горестнее смотреть, потому что, ну, у нас такие минуты крайне редки. Есть ли еще резкие шаги о судебной реформе, которые, на ваш взгляд, необходимо предпринять? И, опять же, к вопросу кадров возвращаясь, я считаю, что, ну, необходимо, конечно, наверное, обеспечить, наконец-то, прозрачные не только вот отборы, экзаменацию судей, но и пояснение общественности, с чего вдруг на ту или иную, ну, даже на уровне районных судов есть же должности такие, которые, ну, престижные и нет. Вы понимаете, да, что есть же огромная колоссальная разница работать в экономическом или медиорском суде Алматы и работать, ну, даже недалеко от Алматы, скажем, в каком-нибудь, там, не знаю, Жамбулском районном суде, да? Есть же огромная разница. И вот самое главное, что меня удивляет, и я чему не понимаю, с чего вдруг вот именно вот этот вот Иванов или Маркомбайев стал судьей вот именно медиорского районного суда, а почему его сначала не отправили куда-нибудь, там, в Шалкарщи или, там, Щедирты и так далее. А то есть они должны пройти... Нет, я не говорю, что они должны, но понятно, что все судьи стремятся попасть в мегаполис. Там, в Нур-Султан и так далее. Ну, в областной центр на худой конец. То есть я не говорю, что в ауле должны работать судьи похуже, это совсем не обязательно, да, там, но понятно, что дела сложнее в областном центре. И возникает вопрос, а почему, за какие привилегии этого сюда назначили? Вот этот процесс отбора должен быть ясным и прозрачным? Раз. Вот. Теперь следующий вопрос, тоже кадровый, но мы немножко другие проблемы затрагиваем. Очень сильно судьи зависят, как я уже говорю, в кавычках от своего начальства, от председателя судов. На самом деле, развитым странам этот институт практически незнаком. Кто такой председатель суда? Ну, на худой конец это должен быть первый среди равных. И, соответственно, это должен быть просто, ну, на мой взгляд, необходимо. Ну, у нас часто критикуют любовь к переименованиям, но это тот самый случай, когда даже должность надо реально переименовать. Ну, и назвать его хотя бы старший судья, что ли, там, почетный судья, там, этого суда, да. И, ну, наконец, он должен избираться внутри коллектива. Пусть люди сами... Старший партнер в адвокатских конторах. Ну, старший партнер, ладно, он может быть собственником этой фирмы, ну, по крайней мере, ну, давайте скажем, ну, главред, да, как для вас, понятно, да, там, языком. Ну, бывают же коллективы, да, там, демократические, да, когда главреда избирают, да, например, такой. Я слышал про артикур, ну, вот что-то такое было бы замечательно. Я ни разу не слышал. Ну, я знаю, там, новая газета, там, что-то такое вот практиковала, вот так далее. На боепамяти более чем сорокалетней журналистике я с этим не сталкивался. Ну, может быть, на Западе так и нет. Ну, в общем, надо всячески ликвидировать возможность давления председателей судов на своих подчиненных. То есть на уровне районного звена, на уровне областного суда это также необходимо делать и сокращать вообще возможности, полномочия у них воздействовать на суде. А кто на него тогда будет давить, если вдруг судья начнет как постоянники делать свои дела? Ну, в том-то и дело, мы все время с вами возвращаемся к моему дисклеймеру, да, без политических преобразований невозможна качественная, полноценная, тотальная судебная реформа. Поэтому мы сейчас с вами как-то, будучи ограниченными имеющимся общественно-политическим статус-кво, вынуждены мечтать в рамках будущего. Тут вот даже дело-то, знаете, еще в чем? В том, что не зависит от политической погоды вообще, чтобы у человека ценности были первые небабки. Конечно, конечно. Вот, то есть сейчас судопроизводство – это бизнес-процессы. У каждого приговора есть свои ставки. Размах коррупции, Вадим Николаевич, он на самом деле в наших судах сильно преувеличен, даже я это вынужден признать. И в сравнении, вот сегодня 22-й год, в сравнении с тем, как я начал работать в 2003 году, 19 лет назад в суд я начал ходить, ну, размер коррупции вот такой, как скажем, назовем ее бытовой, да, он действительно упал. Откуда вы знаете? Чем вы это докажете? Вы должны быть участником этого процесса. Я совсем не обязательно должен быть участником этого процесса. Чтобы вы так уверенно говорите. Я могу быть жертвой этого процесса, понимаете? И я же вижу, когда судья действительно подкуплен, это происходит. Я не говорю, что это сейчас не происходит. Конечно, это происходит, но если там в те годы, в нулевые, там масштаб был промышленным, то сейчас он, ну, такой, скатился до такого мало-мальски приличного. Я услышал фразу, что хороший адвокат, это не тот, кто умеет там красиво защищать на процессе, а тот, кто знает и кому, куда и сколько заносить. Ну, понимаете, вот это, что вам может подсказать о снижении вот этой самой такой, ну, опять назовем бытовой коррупции в судах. О том, что адвокаты, в том числе, да, и прочие юристы, они все больше и больше выходят там даже на общественную политическую арену и так далее. Вы какие-то имена адвокатов стали узнавать там, ну, вы, может быть, и раньше в нулевых знали их, да, но сейчас они стали большему количеству людей известны, понимаете, потому что действительно растет эффективность адвокатов, потому что мой самый первый враг, меня как там, честного адвоката, который взятки эти самые не носит, и всех моих аналогичных коллег, наш главный враг – это коррупция, потому что адвокат, который носил взятки, раньше зарабатывал больше меня гораздо, и, соответственно, человек, ну, вот как вы по этому совету, зачем он придет ко мне, если можно прийти к адвокату Нисуну, который знает ходы-выходы и может решить это дело. Конечно, такая ситуация не ликвидировалась, она происходит там до сих пор, но просто в меньших, более привычных масштабах. Так, я вот о чем говорю, что в судьи должны прийти ценностно другие люди, для которых торжество за поведливость должно быть просто топ его системе жизни ценностей и реагирования. А сейчас бабло. Совершенно верно, если мы посмотрим на западный, опять же, американский опыт, я вот не мог никак понять, зачем крупный партнер крупной юридической фирмы, уважаемый там, да, и очень высокооплачиваемый специалист с доходом от миллиона долларов годовым, да, и выше, зачем он уходит в судьи, в федеральные судьи, в штаты, да, там, на доход там 100-200 тысяч долларов, там, да, порой меньше. Зачем, для чего он это делает? И потом я стал понимать, ну, потому что он в жизни уже всего добился, какой-то есть излишек, даже, может быть, денег, да, там и так далее, и ему не нужен там еще один миллион на банковском счету. Он хочет поработать для общества, для блага, и плюс эта должность очень престижна. Понимаете? И для многих это действительно, как они ощущают себя. То есть для него это процесс самореализации, да? Да, это венец профессии. Да, ты потерял сильно в доходах, но ты очень сильно приобрел в уважении, и ты очень сильно приобрел в непосредственной возможности это самое правосудие отправлять и непосредственно как-то правильно решать дело, там, вершить эту самую справедливость. Вот. А насколько это близко нам будет, да, и так далее. Ну, вот, в принципе, Асанов тот же и прочие представители, там, судебной системы, они же действительно справедливо рассуждают, а зачем условному адвокату Утибекову или, тем более, там, партнерам крупных юридических фирм уходить в суде? Зачем? Для чего это им делать? Мы бы, может быть, и рады пойти в суде, но мы не пойдем даже не по причине потери дохода. Мы не пойдем туда даже не по этому. Это один из факторов будет, который тоже, конечно, будет демотивировать. Ну, в первую очередь, я подумаю, а на кой мне туда идти, и завтра каждый день меня будет долбить председатель суда, там, да, и требовать, чтобы я вот этого политического осудил, или тут у Акиму не мешал вот этот, там, участок экспроприировать и так далее. То есть у адвоката территория свободы гораздо больше? Конечно, да, то есть нет независимости судей, соответственно, эта профессия и не пользуется престижем, популярностью у адвокатов с репутацией и так далее, у юристов вообще в целом. Давайте завершать нашу беседу, и тоже ее я предлагаю обсудить выводы. То есть, в моем понимании, журналистка, главное, что нужно сделать с судебной системой, это отделить ее от системы правоохранительных органов фактической частью, которого она сейчас является. Это важно для уголовного правосудия, да. А если мы же берем гражданское, административное и административное дилитное судопроизводство, еще три вида, то есть здесь, ну, важнее, наверное, отделить их вообще в целом от органов исполнительной власти, куда, ну, по большому счету, правоохранка тоже туда входит. То есть обеспечить подлинную независимость судебной ветви власти в соответствии с концепцией, закрепленной в Конституции разделения ветвей власти. Механизмов обеспечения этой независимости мы пока с вами не нашли, кроме туманных ожиданий от изменения политической системы. Да, глобальных, кардинальных сейчас советов нет, но в то же время, я надеюсь, в ходе нашей беседы вы услышали, ну, какие-то советы, которые будут носить, ну, не хотелось бы говорить, косметические характеристики, потому что, действительно, это же судьбы на самом деле сотен тысяч людей, которые могут вот это расширение суда присяжных там и так далее все-таки повлечь. Рецепты есть, я надеюсь, какие-то вещи вы сегодня тоже услышали. Затем, значит, ледвение института суда присяжных вы предлагаете до каких пределов? Да как можно больше. Ну, смотрите, в идеале, чтобы суд присяжных рассматривал практически любые дела, где, по крайней мере, хоть светит лишение свободы. Да, давайте с уголовных начнем. Вот, но на самом деле суд присяжных, действительно, объективно, это дорогое удовольствие. Вы понимаете, вы должны кучу народа, ну, обеспечить их средней зарплатой на этот период, там, их доходом, там, и так далее. И невозможно все дела рассматривать судом присяжных. Что может быть дороже торжества справедливости? Ничего не может быть дороже, но мы все равно, как и все страны, все равно упираемся в вопрос того, что рано или поздно какое-то решение надо делать, и надо делать это с ограниченной бюджетой. У нас столько бабла уходит просто на ветер. Ну, это другое дело. То есть, если уж потратить его на другое дело... Про позитивные явления нашей судебной системы я забыл про одну очень важную вещь сказать. Это и плюс, и минус значительный, и так далее. У нас очень быстрое судопроизводство, очень невероятно быстрое. Если кто-то имел опыт посудиться в Германии, развестись, наверняка вы таких знакомых найдете, посудиться в Италии, не дай бог, вы поймете, насколько наше судопроизводство быстрое. Другое дело, что, конечно, это в значительной степени сказывается на его качестве. Хотя у нас и следствие очень быстрое. Там потому что в Европе такие долги, потому что там как там уважают процедуру. Условно в той же Италии критикуется вот эта волокита, правосудие и так далее. И мы должны брать у зарубежных стран все лучшее, при этом оставляя свои собственные какие-то лучшие достижения, наработки. Просто у нас, я видел, почему они такие быстрые, очень много важного не рассматриваются и не игнорируются. Ну, это так, спорную вещь, мы можем много спорить, ее оставим. Значит, то есть развитие структуры суда присяжных как залог, что будет постоянный поиск справедливости. Да, и один еще один очень важный момент, очень важным мне представляется вот это углубление цифровизации в плане внедрения электронного судопроизводства и особенно по уголовным делам. Особенно. Мы переходим сейчас на электронное уголовное дело, но постепенно, но слишком медленно, на мой взгляд. Это гарант того, что завтра следователь не выкинет, не порвет ваш протокол допроса. Вот вы сходили как свидетель, вот у вас свежий опыт, а что вы сделаете завтра, если следователь порвет протокол допроса? И скажет, а я вообще нею, ко мне приходил Вадим Николаевич, мы потрендели, покурили и все, разошлись. Понимаете? А мы свидетели. Ну, понятно, но опять же, это будет тупой спор на ровном месте, где вполне вероятно, что снова победит следователь, да, допустим. А если бы вы бы ЭЦП все это подписали, это загрузили в базу, на сервер, да, то есть это никуда не делалось, и подделать это задним числом, ну, уже практически невозможно, или, по крайней мере, очень трудно, да, вот. Поэтому дальнейшее углубление цифровизации, ну, это очень важно. Да, качественный состав судей, ну, скажем, людей с образованием опытных мы найдем, но как обеспечить их ценностную и валюту? Когда деньги будут заменены на поиски истинной справедливости, это, конечно, приказами, указаниями этого не добьешься, это должны ценности, видимо, в самом обществе измениться. Вы верите в успех судебной реформы в Казахстане? Ну, скорее, да, чем нет. Я в целом здесь достаточно, скорее, оптимистично настроен, что эти демократические преобразования и, соответственно, там, и преобразования судебной системы, они неизбежны. Другое дело, что хотелось бы, чтобы произошло не так, что история нас волочит за собой, да, а чтобы все-таки мы в рамках вот этого, там, поступательного развития всего мира, там, да, истории, да, там, человечества, цивилизации, как-то не остались на обочине, а шли, как бы, ну, наоборот, вот фарватеры этого развития. А я не верю по причине того, что журналист работает не в парадигме веры или не вере во что-то, а в парадигме фактов. Будут у меня основания в это поверить? Ну, я еще посмотрю. И лучше не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Ваше право, конечно. Спасибо вам за беседу. Да, вам спасибо. Вы послушали диалог с членом Алматинской городской коллегии адвокатов Джохаром Утибековым. Подпишитесь на канал, если еще не успели этого сделать до сих пор. Нажмите на колокольчик и будете сто пудов гарантированно получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Мы опять возвращаемся к ежедневному режиму после нашей командировки. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты, то есть делитесь ссылками на это видео в своих социальных сетях, чатах и мессенджерах. И я призываю вас присылать донаты. Это главный источник доходов нашего канала. Копер Ахмед, огромное всем спасибо. Без бергемез. Мы делаем гиперболей вместе. Донаты можно послать на номер телефона или на номер карты. Вы их видите на экране и сможете прочитать в описании. А также по QR-коду. Каспий Пэй. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Слава Богу, Русдар. А ну давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на гиперболей. Грей, 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 гиперболей. Грей, грей, грей. Это супер. Грей, грей.